Водного инструкции Первичного инструктажа на рабочем месте Обучение безопасным методом работы в течение одного-двух дней или смен Проверки знаний элементарных правил электробезопасности с присвоением первой квалификационной группы Проверки знания настоящей инструкции Работник обязан работать по заданию своего руководителя, соблюдать дисциплину труда, Своевременно и точно выполнять распоряжения администрации, требования охраны труда, бережно относиться к имуществу Работник должен Знать и уметь применять меры предосторожности и средства защиты, в том числе индивидуальный, от опасных и вредных производственных факторов Знать инструкции по эксплуатации применяемого оборудования, вычислительной техники Знать места подключения токоприемников, коммутирующие устройства, а также уметь определять их исправное состояние Знать пути эвакуации персонала и действия в случае возникновения аварийных ситуаций Знать места нахождения средств пожаротушения и уметь их применять Знать особенности поражения отдельными опасными производственными факторами и уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшим при несчастных случаях в соответствии с инструкцией, принятой на предприятии При эксплуатации персонального компьютера на работника могут оказывать действия следующие опасные производственные факторы Повышенные уровни электромагнитного излучения Пониженная или повышенная влажность воздуха рабочей зоны Пониженная или повышенная подвижность воздуха рабочей зоны Повышенный уровень шума Повышенный или пониженный уровень освещенности Повышенная яркость светового изображения Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека Напряжение зрения, внимание, длительные статические нагрузки Средствами защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов При нахождении на объекте служат каска, спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты В условиях автомобильного движения сигнальный жилет За нарушение требований настоящей инструкции, относящихся к выполняемой им работе Работник несет ответственность в соответствии с действующими трудовым, уголовным и административным законодательствами Каждый работник перед началом работы обязан При необходимости проветрить помещение Осмотреть и привести в порядок рабочее место Отрегулировать освещенность на рабочем месте и убедиться в ее достаточности Проверить правильность установки стола, стула, подставки для ног Убедиться в наличии защитного заземления Проверить правильность подключения используемых токоприемников в электросеть Проверить исправность токопроводящих проводов и отсутствие на них оголенных участков Запрещается приступать к работе с неисправным оборудованием Производить протирание влажной или мокрой салфеткой электрооборудования, которое находится под напряжением Работник обязан сообщить руководителю подразделения об обнаруженной неисправности оборудования И приступить к работе после устранения нарушений в работе оборудования Следует иметь в виду, что монтаж сетей производит электротехнический персонал Работник должен убедиться, что включение оборудования никого не подвергает опасности Дополнительные требования при работе с персональным компьютером Протереть салфеткой поверхность экрана Убедиться в отсутствии дискет в дисководах процессора персонального компьютера Проверить правильность угла наклона экрана Положение клавиатуры Положение мыши на специальном коврике При необходимости Произвести регулировку рабочего стола и кресла Запрещается приступать к работе при отсутствии заземления Обнаружении неисправностей А также при размещении персональных компьютеров При однорядном расположении менее 1 метра от стены При расположении рабочих мест в колонну на расстояние не менее 1,5 метров При размещении на площади менее 6 квадратных метров на одно рабочее место При рядном размещении дисплеев экранами друг к другу Каждый работник во время работы обязан Выполнять только ту работу, которая ему была поручена В течение своего рабочего времени содержать в порядке и чистоте рабочее место Выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы работы и отдыха Рекомендованные перерывы в работе и выполнять в физкультурных паузах Рекомендованные упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног Держать открытыми вентиляционные отверстия, которыми оборудованы приборы Не загромождать оборудование посторонними предметами Не применять открытый огонь Не сушить одежду и обувь на нагревательных приборах Курить только в отведенных местах Не загромождать запасные выходы и проходы, используемые для эвакуации персонала Запрещается пользоваться неисправными и самодельными электроприборами Оставлять включенное электрооборудование без надзора Передавать электрооборудование лицам, не имеющим права работать с ним Ударять по электрооборудованию Снимать средства защиты Дергать за подводящий провод для отключения Натягивать, перекручивать или перегибать подводящий кабель Ставить на кабель, шнур, посторонние предметы Допускать касание кабеля, шнура с горячими или теплыми предметами Производить разборку или ремонт электрооборудования Если во время работы обнаружится неисправность электрооборудования Или работающий с ним почувствует хотя бы слабое действие тока Работа должна быть немедленно прекращена И неисправное оборудование должно быть сдано на проверку или ремонт Дополнительные требования во время работы с персональным компьютером Запрещается касаться одновременно экрана монитора и клавиатуры Прикасаться к задней панели системного блока, процессора, при включенном питании Переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном питании Допускать попадание влаги на поверхность системного блока, процессора, монитора, рабочую поверхность клавиатуры, принтеров и других устройств Работник обязан соблюдать последовательность включения персонального компьютера Включить блок питания Включить периферийные устройства Принтер, монитор, сканер и другие Включить системный блок, процессор Работник обязан отключить персональный компьютер от электросети При обнаружении неисправности При внезапном снятии напряжения электросети Во время чистки и уборки оборудования При любых случаях сбоя в работе технического оборудования Или программного обеспечения немедленно вызвать программиста При работе с текстовой информацией Выбирать наиболее физиологичный режим представления черных символов на белом фоне Продолжительность обеденного перерыва Определяется действующим законодательством о труде И правилами внутреннего трудового распорядка Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без перерыва Не должна превышать двух часов При работе с ВДТ и ПВМ В ночную смену с 22 до 6 утра Независимо от категории вида трудовой деятельности Продолжительность рекомендуемых перерывов Должна увеличиваться на 60 минут С целью уменьшения отрицательного влияния монотонии Применять чередование операций осмысленного текста и числовых данных Чередование редактирования текстов и ввода данных Изменение содержания работы Женщины со времени установления беременности переводятся на работы, не связанные с использованием ПВМ Работник, выполняющий свои обязанности в местной командировке, обязан При движении пешком необходимо выполнять правила дорожного движения для пешеходов При переходе через проезжую часть необходимо пользоваться пешеходными мостами или тоннелями При отсутствии пешеходных мостов и тоннелей Переходить проезжую часть по зеленому сигналу светофора по обозначенному переходу При отсутствии инженерных сооружений или светофоров Стоя на обочине дороги или на тротуаре Оценить расстояние до приближающихся автомашин Условия перехода проезжей части И переходить проезжую часть по перпендикулярному направлению При отсутствии транспорта и безопасности перехода Железнодорожные пути Переходить по пешеходным тоннелям и мостам При пользовании служебной машиной, оборудованной ремнем безопасности Работник обязан быть им пристегнут Работник обязан производить посадку и высадку в служебную машину Со стороны тротуара или обочины Посадка со стороны проезжей части Возможно при условии, что это будет безопасно И не создаст помех другим участникам движения Работнику при езде в служебной машине Или в другом транспортном средстве Запрещается отвлекать водителя И открывать двери транспортного средства во время его движения Работник, который выполняет работу по сопровождению груза Обязан быть одет в оранжевый сигнальный жилет При посещении производственного объекта Работник обязан Знать схему движения рабочих на данном участке или объекте Находиться на производственном объекте в отличительной белой каске На объекте с автомобильным движением Дополнительно в оранжевом сигнальном жилете А в ночное время в сигнальном жилете с отражением В зонах дорожных работ находиться в пределах участка с ограждением Из бетонных или пластмассовых блоков И переносных приспособлений с набором необходимых дорожных знаков Находиться вне опасной зоны работы крана и другой техники Не стоять под грузом и стрелой При встрече с движущимся транспортом Встать в безопасное место и пропустить транспорт Требования охраны труда в аварийных ситуациях Во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания Неисправности заземления Других повреждений электрооборудования Инженерных коммуникаций А также в любых других ситуациях Которые, по мнению работника, создают непосредственную угрозу жизни или здоровью людей Он обязан немедленно сообщить об аварийной ситуации руководителю Работники, находящиеся вблизи места происшествия несчастного случая Должны оказать доврачебную помощь пострадавшему и сообщить об этом руководителю При возгорании оборудования Отключить питание и принять меры к тушению очага пожара При помощи углекислотного или порошкового огнетушителя Вызвать пожарную команду и сообщить о происшествии руководителю работ После окончания работы необходимо Привести в порядок рабочее место Отключить приборы и оборудование за исключением работающих в ждущем режиме Факс, сигнализация и тому подобных О замечаниях во время работы доложить руководителю После окончания работы с персональным компьютером Соблюдать следующую последовательность его выключения Произвести закрытие всех активных задач Корректно завершить работу компьютера Убедиться, что в дисководах нет дискет Выключить питание системного блока, процессора Выключить питание всех периферийных устройств Отключить блок питания И все периферийных устройств